В читательном зале научной библиотеки Тюменского института культуры открылась новая выставка. Она называется «Время – надёжный союзник». Посвящена 90-летию нашего писателя, журналиста. У него много было профессий. Юлиана Семёнова. Юлиан Семёнов – писатель, которого читали все в наше время, читает до сих пор. Это журналист, корреспондент, переводчик, просто интересный человек и путешественник. Семёнов написал очень много книг. Его судьба была связана с другими интересными людьми. Это семья Кончаловских и Суриковых. Его жена Катерина была дочерью Натальи Петровны Кончаловской. И, конечно, он знаком был со всеми братьями и Сергеем Михалковым. Он очень творческая натура. И в этой семье разделяли и его взгляды, и его взгляды на жизнь. Взгляды на творчество и взгляды на жизнь. 18-летний Юлиан прочитал Хемингуэя. И ему очень понравились все произведения. Он очень ценил этого писателя. Когда он был на Кубе спустя много лет, он пытался встретиться, но к этому времени Хемингуэя уже не было. Он подружился зато с его женой Мэрией. Мы здесь видим Бухарина. Николай Бухарин был редактором газеты «Известия». И у него работал отец Юлиана – Семен Александрович Ляндерс. Юлиан Семенов написал много книг. И первые рассказы, которые он начал печатать, он печатал в газетах «Правда», печатал в журналах «Роман-газета». Он сотрудничал с «Юностью» и другими известными изданиями. Первая его повесть – это дипломатический агент. Его всегда интересовали люди чистые, открытые, мужественные и справедливые. И вот в своей деятельности он, конечно, использовал архивы. Он любил работать в архивах. Юлиан закапывался порой туда с головой и целыми днями проводил в своих архивах, где находил строки, где находил те ситуации, в которые он потом ставил своего героя. Он написал много о разведчиков. О Штирлице написано порядка 12 книг. Это Максим Максимов Чесаев. Штирлиц – это, конечно, собирательный образ. Здесь и что-то от Зорге, что-то от Николая Кузнецова, что-то от Вилли Лемона. Был такой немецкий антифашист, который сам согласился работать на нашу разведку, будучи работником гестапо. Таким образом, наша разведка получала порой очень интересные и точные сведения о разведке зарубежной. Конечно, здесь Феликс Дзержинский, у него есть книга о Дзержинском. Есть заметки, где они путешествовали с друзьями, и заметки об этом. Через какое-то время ему уже тесно в рамках книг он учреждает свою газету. Артем Боровик ему помогает в этом. Эта газета совершенно секретна. Газета, которая расходится, ее тираж велик, и ее все с интересом читают. Он также является учредителем журнала «Детектив и политика». У Юлиана Семенова было много друзей, таких же честных, порядочных, как он сам. Он учился в Институте Востоковедения с Евгением Примаковым. Книга, которая здесь рассказывает о Юрии Андропове, стоит потому, что Юрий Андропов предложил Юлиану Семенову написать роман о разведчиках. И это было сделано. Юлиан Семенов был допущен к архивам, где была переписка Сталина, Черчилля и Рузвельта. Фон Фальцвейн. Это фигура барона. Он помогал Юлиану Семенову искать янтарную комнату. Янтарную комнату не нашли, но зато в России был передан ковер персидской породы, который принадлежал Романовым, и который оказался за границей. Почему здесь Федор Иванович Шаляпин? Прах Федора Ивановича Шаляпина по разрешению сына Юлиан Семенов и его товарищи возвратили в Россию. Жорж Семенон был в этой группе. Джеймс Олдридж. Раздел посвящен Андрею Тарковскому. С Андреем Тарковским его свела судьба в фильме «Солярис». Это интересный фильм, все знают, и он там сыграл роль ученого. Заключительная страничка нашей выставки говорит о легендарном фильме, любимом фильме «17 мгновений весны». Историю написания мы уже с вами знаем. Главную роль исполнял Ивич Сафас Васильевич Тихонов. Режиссер фильма – это Татьяна Левознова. Легендарный наш режиссер. Здесь играли знаменитые актеры Олег Табаков, Леонид Броневой, Ростислав Плят. Музыку писал Микаэл Таривердеев. Слова Роберта Рождественского. Этот прекрасный фильм идет постоянно на наших экранах. И, конечно, мы вспоминаем имя не только Татьяны Левозновой, мы вспоминаем и того, кто написал это прекрасное произведение, говорящее о честности и воле человека. Юлиане Семенове.